Первым с докладом выступил Никита Попов, директор Тепловодоканала. Остановка отельной на профилактические работы проводится каждый год. Это необходимо для того, чтобы проверить и отремонтировать оборудование. Если котельная будет работать без перерыва на профилактику, то в скором времени она просто выйдет из строя. Всего этого можно избежать, если своевременно провести ряд определенных мероприятий. Во время профилактических работ проводится техническое освидетельство и испытание тепловых сетей на прочность, а также их диагностика и ремонт, проведение ремонтов газоснабжающего оборудования, системы электроснабжения котельных, проверка узлов учета, ремонт запорной арматуры, промывка теплообменного оборудования и крызевиков. Никита Попов подробно остановился в докладе на всех видах работ, которые проводятся в период остановок отельной, а также рассказал о том, что еще запланировано в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Ряд мероприятий по ремонту намечен на октябрь, и главу города интересовал вопрос, успеют ли специалисты их выполнить до включения отопления. В момент остановок отельной проводится работа в основном на том оборудовании, которое эксплуатируется постоянно, а до начала холодов, грубо говоря, до ноября месяца, у нас будет запущен в работе всего лишь один котел будет находиться. То есть это достаточно? Это достаточно. По словам директора тепловодоканала, все необходимые материалы для запланированного ремонта либо уже имеются в наличии, либо вот-вот поступят на предприятие. Также глава города узнал, возможно ли сократить срок остановок отельной на профилактические работы с 14 дней до 10. Это может быть возможно после того, как будут заменены магистральные тепловые сети, в частности, на микрорайон ДЭП, потому что мы однозначно знаем, что при первой опрессовке она не выдержит, и мы кидаем все основные силы на ремонт этой магистральной сети в этот период остановок, кроме тех мероприятий, которые запланированы, опять же, на остановок. Поэтому пока 14 дней. Как только будут заменены магистральные сети, соответственно, можно уже говорить о уменьшении количества дней остановок. Далее прозвучало сообщение Анастасии Суворкиной о размещении вывесок и иных подобных конструкций на территории города. Отдел благоустройства дорожного хозяйства и экологии предоставляет муниципальную услугу по выдаче, согласованию, установке средств размещения информации на территории городского округа Пущин, Московской области. И муниципальную услугу по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа Пущина. Анастасия Суворкина подробно рассказала о том, какие документы нужно предоставить для оказания этих услуг. Алексей Воробьев остановился на одном из них – дизайн-проекте. По его словам, существующие конструкции не всегда вписываются в городской облик. Как вариант, на данном этапе я вижу это непосредственно взаимодействие с городостроительной комиссией, с депутатами, где есть дизайнеры, архитекторы, которые тоже могли бы определенные коррективы на похоронение вывесить и умеем свои сформулировать и нам дать. В Пущине регулярно выявляются люди, которые не считают нужным согласовывать установку рекламных и информационных конструкций. Эти действия четко пресекаются. Выездная межведовственная комиссия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По итогам каждого выезда при выявлении незаконно самовольно установленных рекламных и информационных конструкций составляются акты о выявленных нарушениях. Согласно предписанию, собственники обязаны очистить свои помещения от несанкционированных витриных конструкций в течение месяца.